При разборе литературы, естественно, все равно возникают философские вопросы. Вот, к примеру, свободна ли воля у мадам Бавари? Эта самая воля у нее настолько свободна, что она владеет самой мадам Бавари, и эту самую мадам Эмму Бавари постоянно куда-то валит, что называется. То есть ее постоянно швыряет, как пресловутую тучу комаров у канта, и раздергивает в разные стороны, и никак она не может с этой самой свободой и с этой самой волей совладать. Это большой вопрос на самом-то деле, что же нами владеет, воля нами или мы этой самой волей. И, конечно, лучше было бы, чтобы мы ею владели, но... Вопрос риторический. Здравствуйте, дамы и господа! И философско-литературный анализ сегодня будет упомянутый хрестоматийной, тоже классики, французской и мировой. Мадам Бавари Флабера. Надо сказать, что французское литературоведение вообще ввело даже специальный термин такой, баваризм, говоря об этой самой социальной трясине, которая искажает все ценности, размывает характер человека, подрывает его, так сказать, личностные ориентиры, и разрушает его личностный стержень и так далее, и тому подобное. Но на самом деле здесь вопрос, потому что весьма проницательные люди, в том числе, кстати, Владимир Набоков, говорят о том, что человека, да, формирует и наследственность, конечно, и среда, то есть социально-экономические факторы, и окружение, но еще и некоторый неизвестный икс. И вот этот неизвестный икс как раз-таки и делает, на мой взгляд, главное, потому что, ну, все-таки пришел же Ломоносов из Холмогор. Ну, можно, конечно, сослаться на некоторые темные его генетические иксы. Но, тем не менее, все равно, сколько угодно людей с аристократической кровью, которые, в общем-то, заканчивали жизнь довольно-таки ничтожно, здесь никто и ничего не может сказать наверняка и знать наверняка. Поэтому предсказать, что заезд среда, или что раз у человека была какая-то плохая наследственность, то, значит, сразу можно предугадать развитие событий. Ну, что-то спрогнозировать, может быть, и можно, но на самом деле дело это неблагодарное. Так что проецировать как раз-таки на упомянутую эму-бавари негативность и плохое влияние среды, наверное, было бы неправильно. И много очень трудов написано, конечно же, на эту тему. Что касается истории создания, то Гюстав Флобер писал целых пять лет этот роман. Надо сказать, что в 1856 году в литературном журнале «Ревю де Пари» состоялась публикация, и этот роман носит под заголовок «Провинциальные нравы», явным образом отсылая нас, конечно же, к Нареде Бальзаку и к его знаменитой человеческой комедии. И Жорж Сант, например, вообще видела во Флобере концентрированного Бальзака. Она сама об этом писала, это буквально ее выражение. Но есть, конечно, еще и другие отсылки, в частности, и к русской литературе. Например, обыденность, которая так явно фигурирует в романе «Мадам Баварии». Это самая серость, прозаичность будней, которая на самом деле в высшей степени поэтична и точно обрисована самим Флобером. Но о его языке, конечно, стоит поговорить особо, потому что он мастер буквально хирургически точных описаний. Главный герой Шарль Баварий – уездный лекарь. И как это соотносится со многими опусами Антона Павловича Чехова, конечно же. Кроме того, это самое сомнительного поведения жена, которая такая вроде бы эстетически утонченная и прекрасная дама, но которая, тем не менее, тянет на дно за собой и сама там увязает. Ну, можно вспомнить рассказ Чехова «Попрыгунья», например, вполне соотносимый с сюжетом «Мадам Баварии», где там муж такая прозаичная рабочая лошадка, которая везет на себе фактически все существование вот этой семейной четы и дама, которая окружает себя квази-богемными персонажами и кидается в разные сферы жизни, так называемой художественной. Или, например, дуэль. Там есть тоже такая дама, которую зовут Надежда Федоровна. У нее есть муж, однообразный шаркающий туфлями Лаевский, который настолько скучен и прозаичен, и она так хочет вырваться, буквально вот в духе манифеста сказано «Жить! Жить она хочет!» Понимаете, как будто жить – это вот что-то такое означает, ну, на самом деле, это разное означает, и совершенно не обязательно прыгать, вот так вот раздергиваться в разные стороны для того, чтобы эту самую жизнь ощущать. Более того, на мой взгляд, в этих бесконечных метаниях ты особо даже ничего и не ощутишь. Это время становится таким легким, подгоняемым ветром, и ты сам там крутишься, как эта самая пресловутая мадам Бавари. Но тем не менее, что касается исторических предпосылок возникновения сюжета, он имеет реальный прототип, этот самый характер и эта история. Дело в том, что после неудачи, постивший Флабера с искушением святого Антония, его друг Луи Буе посоветовал ему обратить внимание на газетный заголовок, или что, ну, в общем, там было описание некоторого происшествия, была такая Делфина де Ламар, которая вышла замуж и вот отравилась мышником, несмотря на то, что внешне вроде бы все было в порядке, и сама она была невеста с приданым, и, в общем-то, особо причин жаловаться на жизнь, высказывать какое-то даже просто недовольство у нее не было, но тем не менее случилось то, что случилось. И вот Флабер начал писать этот роман в 1851 году и закончил, как я уже сказала, в 1856. В 1857 разразился большой скандал. Скандал этот был связан с безнравственностью. Государственные обвинители Второй Республики, правительство Наполеона Третьего обвинили Гюстава Флабера в том, что он клеветник, он клевещет на нравы. И, в общем-то, был суд. Суд этот состоялся, но автора оправдали, и роман же, конечно, продался в разы быстрее, чем это предполагалось. То есть, благодаря этому скандальному суду и такой вот специфической славе, в общем-то, Флабер стал более востребованным и более известным. Что писал об этом Шарль Бадлер, у которого есть также эссе на тему, ну, работа на тему как раз-таки Мадам Бавари. Эта книга, даже не подвергшись преследованиям, все равно вызвала бы такой же интерес, возбудила бы такое же удивление, такое же волнение. Впрочем, она уже давно обрела признание всех образованных людей. Еще при первом появлении в Ревю де Пари, где неразумные купюры разрушили ее гармоничность, она возбудила горячую заинтересованность. Положение Гюстава Флабера, внезапно ставшего знаменитым. В одно и то же время и великолепно, и скверно, и я попытаюсь в какой-то мере показать различные причины этого двусмысленного положения, из которого его честный и блистательный талант сумел выйти победителем. Что касается новшества Гюстава Флабера и все-таки его разительного отличия от того же Анаредо Бальзака, несмотря на все преклонение самого Флабера. Авторская позиция. Это, конечно, не новость никакая, но надо об этом сказать, я думаю, для полноты картины. Да, конечно, мой обзор, естественно, не полный, но все-таки для общего какого-то целого нужно об этом упомянуть. Авторский нейтралитет. Если сравнить, да, буквально с ближайшим же разобранным, с шагреневой кожей Бальзака, где автор совершенно явно участвует эмоционально все-таки в переживаниях, в происходящем. В происходящем вообще-то. Мы это чувствуем по тональности повествования, мы ощущаем буквально вот этот самый настрой и, может быть, даже чересчур экспансивный иной раз выражение чувств и героев, да, а в том числе и авторских реплик. Здесь же ничего подобного нет. Что сказал сам Гюстав Лабер в одном из писем? Что касается отсутствия убеждений, то, увы, меня от них просто распирает. Я лопнуть готов от постоянно сдерживаемых гнева и негодования. Но, согласно моим представлениям о совершенном искусстве, художнику не следует высказывать свои истинные чувства. Он должен обнаруживать себя в своем творении не больше, чем Бог обнаруживает себя в природе. По поводу госпожи, говори конкретно. Я хочу, чтобы в моей книге не было ни одного чувства, ни одного размышления автора. То есть, буквально как в аптеке. Вот этот самый плохой аптекарь ОМЭ, который, кстати, является своеобразным таким вариантом имени Эмма, любопытная деталь. Вот он, псевдонаука там. А автор как раз-таки со скрупулезной точностью рисует все то, что он видит перед своим творческим взором. И по поводу реалистичности, кстати, и реализма в этом романе, ну, знаете, большой вопрос. Ну, во-первых, как мог этот самый Шарль Бавари на протяжении всего романа не заподозрить, не заподозрить даже бесконечного вранья этой Эммы? Ее встреча с одним любовником, Рудольфом Буланже, на протяжении четырех лет. Потом, переметнувшись, она встречается с другим любовником, с Леоном Дюпюи. И она настолько завралась, что уже сама просто боится любым своим движением обнаружить вот эту вот самую ложь. А Шарль будто слеп, он будто вообще ничего не замечает. Это вообще такое может быть в реальной жизни? Или, например, ну, об этом, кстати, об этом, кстати, писал Набоков в своих лекциях о зарубежной литературе. У него очень подробный анализ книги «Мадам Бавари». Если вам интересно, то я всячески рекомендую эту часть его лекции, конечно, к прочтению, да и вообще целиком в селекции, потому что, когда такого уровня писатель разбирает творчество другого писателя, это, конечно, особое ощущение и особое удовольствие. Ну, так вот, Набоков отмечает, что, например, вот сцена скачет, когда Эмма впервые скачет с этим самым Рудольфом в Буланже, и столько не ездив на лошади, она вдруг оказывается такой умелой наездницей, и после этого ничего не сказано о ее физическом состоянии, а все-таки, ну, скачки на лошади являются довольно серьезной физической активностью. Все это, конечно, вызывает некоторые вопросы, но и главное, что ведь, конечно, да, роман назван «Мадам Бавари», но, тем не менее, конструктивной основой-то, на самом деле, является Шарль Бавари. С него все начинается, начинается с его детства и заканчивается его смертью, когда там в виде продолжения еще есть вот этот вот несчастный этот ребенок, это Берта, которая является матерью совершенно нелюбимой, каким-то абсолютно чужеродным элементом, и которая теперь будет влачить примерно то же самое существование, видимо, что и сам Шарль. Комическое описание котелка или фуражки, которое есть в начале, в самом, когда этот несуразный Шарль приходит учиться, и все над ним смеются, она представляла собой сложный головной убор, помесь медвежьей шапки, котелка, фуражки на выдровом меху и пуховой шапочки. Словом, это была одна из тех дренных вещей, немое уродство которых не менее выразительно, чем лицо дурачка. Ну, то есть характерно очень, понимаете, даже вещь эта показывает, что этот человек нелеп, и абсолютно несчастный, прозаичный такой вот ребенок земли, и в конце концов он смотрит на свою оставленную матерью уже, да, сироту эту, Берту, и переживает по поводу того, как же плохо она одета, жалко, но, тем не менее, она все равно кажется ему прекрасной, и получается, что единственный положительный персонаж, единственный чутко чувствующий, все-таки тонко чувствующий, хотя и ослепленный любовью, но все-таки способный любить человека, есть этот самый Шарль Бавари, несмотря на то, что он совершенно не видит происходящего вокруг и рядом с ним, его мир буквально замыкается, как сам Флабер пишет, юбкой его жены. Что касается Эммы, ну, вроде как это романтический персонаж, она любит перемены, и ведь на самом деле Флабер ее постоянно описывает через, то есть как бы глазами мужчин, глазами этих самых влюбленных в нее, как то Шарля, затем Родольфа, затем Леона, и она каждый раз немного разная, и как она сама любит перемены, так, видимо, она сама и меняется. Возможно, из-за этой любви к переменам она вообще-то пошла замуж, потому что потом, как вы помните, она спрашивала себя, зачем я пошла замуж, ковыряя зонтиком где-то какую-то там парковую тропинку. Эмма ведь любит несчастных героинь, что характерно, она еще и любит позу, она любит пострадать, то есть немного так деланно и картинно. Об этом сам Флабер пишет. Она преклонялась перед Марией, Стюарт, и обожала всех прославленных и несчастных женщин. Жанна Дарк, Элоиза, Агнеза Сорель, прекрасная Фероньера и Клеманс и Зор. Все они точно кометы, выступали перед ней из непроглядной тьмы времен, да еще кое-как мелькавшие, тонувшие во мраке никак между собою не связанные Людовик Святой под дубом, умирающий боярд, зверство Людовика XI, ну и так далее. Получается, что сначала она воспитывается в монастыре, находится в некотором законсервированном состоянии, но там вроде бы как она увлекается учителем музыки. Это уже возникает, ну некоторые вопросы, да, вызывает. Ну ладно, и вот она становится такой как бы крестьянской дочерью, потом она пытается стать хорошей женой, но тем не менее что-то тянет ее в эту трясину, на самом деле, которая не есть перемены, а есть лишь мишура, и она в конечном итоге настолько засоряет ее, что тянет ее не просто к физической смерти, но буквально к смерти экзистенциальной. Интересный вот момент перед походом в аптеку, последним вот этим походом в аптеку, когда она уже вся находится под грузом, под бременем долгов, и понимает, что она одна, и никто, никто, ни один из ее любовников, никто не способен ей помочь. И тут правда жизни, цитирую, и тут правда жизни разверзлась перед ней, как пропасть. Ей было мучительно, больно дышать, затем в приливе отваги, от которой ей стало почти весело, она сбежала с горы и перешла через речку, миновала тропинку, бульвар, рынок, и очутилась перед аптекой. Интересно, что вот эта вот смелость во взоре, это то, на что обратил внимание Шарль Бавари, вот эта вот непринужденная смелость, некоторая отвага, я сказать, море по колено, это то, что есть в первом описании Эммы, когда Шарль встречает ее у дядюшки Руо, когда он его лечит. Ну, там любопытное описание, кстати, у нее прекрасные миндалевидные ногти, напоминающие фарфор и прекрасные формы череп, не надо забывать, что доктор оценивает, и кроме того, у нее есть вот это вот особое какое-то выражение во взгляде, именно непринужденная смелость. И потом с этой же самой отвагой она принуждена единственное средство, оставшееся принять, это этот самый мышьяк. Так, у Мартина Хайдегера есть несколько, конечно, сравнений, несколько описаний вот этого бытия к смерти, да, и, ну, то есть у него много, что посвящено как раз-таки предстоянию, дозайн к смерти, бытию к смерти. И в частности, в одной из определений, вот, смерть есть возможность прямой невозможности присутствия. Возможность невозможности присутствия. Вот мне кажется, что здесь это очень подходит, потому что Эмма хочет этой невозможности присутствия. Она не может больше присутствовать в этой собственной жизни и выбирает вот такой вот, в общем, побег из той ситуации, которую, в общем, сама же создала. И перед чем она страшится этой ответственностью? Там есть, понимаете, очень любопытный персонаж. Он появляется ближе к концу романа, он как бы такой проходящий, но на самом деле жуткий и очень характерный, слепой нищий, который цепляется за ласточку, в которой разъезжает Эмма по своим любовным делам, изовиральным, извините. И вот там же очень подробное описание, жуткое совершенно этого нищего, у которого гноятся глаза, и который слепой и не видит, и при этом распевает похабные песенки. Вот он весь такой отвратительный и очень подробно, опять же, Флабер описывает этого нищего, который никак не может отцепиться от ласточки. Характерно, что он не видит, потому что на самом деле и сама Эмма ведь не видит того, что она делает, будто действительно не ведает, что творит. И интересно, что в самом конце, уже после того, как Эмма приняла мышьяк и буквально находится на смертном адрее, она целует распятие слоновой кости, и после этого, после этого она слышит эту похабную песенку нищего, который опять где-то к кому-то прицепился и проезжает по улице, и она встает, как там написано у Флабера, как гальванизированный труп, то есть буквально вот этот самый труп преступника, и, захохотав безумным смехом, говорит слепой. Ну вот про кого она это говорит? Вполне возможно, что она говорит это и про себя. Это на самом деле указание на ее собственную слепоту, и на слепоту этого самого Шарля, который не видит того, что происходит у него буквально под носом. Это есть желание вообще витать в облаках на самом-то деле, в том числе и прекрасные души этого самого Шарля. На самом деле, вот много там, кстати, птичьих описаний, которые посвящены самой Эмме, птичьи сравнения, то есть они довольно часто Флабером используются, если вы заметили. Так вот, например, Леон, ее последний любовник, восхищается Грацией спящей голубки. Она там постоянно как-то выпархивает, порхает. Она несется, значит, буквально вот в каком-то полете через поля к своему предыдущему любовнику Леону. Ласточка, опять же, почему Ласточка? Очень характерное название даже для транспортного средства. И на самом деле, единственный персонаж, влюбленный в нее, помимо мужа, искренне влюбленный, это помощник аптекаря Жустена, который является проводником на тот свет, по сути дела. Здесь не грех даже вспомнить, может быть, какого-нибудь Томаса Манна с его смертью в Венеции, потому что этот мальчик дает ей ключи. И он же понимает, что он делает, он понимает, на самом деле, подспудно, ну, из текста это очевидно, что он осознает, что сейчас будет что-то жуткое. Но, тем не менее, он дает ей эти ключи, и ключи от аптечного склада с отравой, и она на его глазах глотает эту самую отраву, на его глазах. И он ничего не может сделать, даже не пытается. И, в отличие от всех описаний там ее любовных свиданий, разговоров, гротескных совершенно, описание ее смерти максимально жизненное, подробное, то есть просто физическое разложение. Что до любви, то там все как-то очень карикатурно. На самом деле, и сам Флабер, кстати, в письмах, в том числе своим любовницам, он об этом говорил, что моя задача создать максимально гротескный образ этих самых любовников. То есть Леон и Эмма, например, когда они там беседуют о поэтических предметах, о море, о стихах, о живописи и так далее, и тому подобное, они говорят буквально штампами, буквально какими-то шаблонами, равно как и аптекарь ОМЭ, который, претендуя на некоторую ученость, на научность, является псевдоученым и псевдонаукой, ну, олицетворением, да, потому что, опять же, он использует какие-то газетные штампы, постоянно допускает фактологические ошибки, не говоря уже об этой хрестоматийной истории с несчастным конюхом, которому Шарль Бавари, пытаясь сделать шаг в карьере, да, вот так вот буквально ампутирует ногу, то есть он делает его окончательно инвалидом. Много вопросов на самом деле рождает это сочинение, и очень много еще там содержится и писательских таких, как бы сказать, специфических приемов, которые потом будут использоваться и писателями 20 века. Кстати, тот же Набоков обращает внимание, что не было бы Пруста, не было бы Джойса, если бы не было Флабера, потому что композиционный контрапункт, например, который используется Флабером очень щедро, достаточно вспомнить знаменитую девятую главу, когда Рудольф и Эмма впервые начинают, как бы вот такой момент обольщения, что ли, то есть Рудольф решает, что ему легко обольстить, и на фоне чего он это делает, на фоне сельскохозяйственной выставки. И как там это построено, это же потрясающе на самом-то деле, то есть любовные признания, опять же, очень штампованные этого самого Рудольфа, перемежаются с удобрениями, памфлетами такими яркими о навозе, извините, о сельском хозяйстве, то есть штамп на штампе. Кстати, единственный, по-моему, светлый персонаж там по-настоящему, это та самая Катарина, крестьянка, старушка в деревянных башмаках, знаменитый эпизод на самом деле, который очень обращает на себя внимание. Когда ей вручают премию, она даже не совсем понимает, что это такое, и говорит о том, что она это отдаст в церковь, чтобы ее на службе поминали. На самом деле, вот, на мой взгляд, это единственный зрячий персонаж там, но это, конечно, мое впечатление. Ну, хорошо, спасибо вам большое за внимание, получилось у меня как-то длинно, но я не сказала очень много чего, и это, безусловно, один из самых ярких романов 19 века, конечно, повлиявший и на век 20, и продолжающий на нас влиять. Книги живут значительно дольше, чем люди, девушки, женщины, дамы и господа. Всего вам самого доброго, хороших дней и вечеров. Будьте здоровы!